Марица с детства трудилась наравне со взрослыми. Семьей из 10 человек она ютилась в крошечной однокомнатной квартире. Денег порой не хватало на еду. Моя мама работала уборщицей в одном доме. Я помогала ей там и постоянно мне попадались на глаза дипломы детей хозяйки этого дома. И однажды я решила, что хочу изменить свою жизнь. И она поступила в колледж. В перерывах между занятиями бралась за любую работу, но денег для того, чтобы снять хотя бы крошечную комнатку и съехать от родни, которая не совсем понимала ее стремление к учебе. Не хватало. Если бы не приют для бездомных студентов, признается Марица, она оказалась бы на улице. Идея его создания принадлежала студентам из университета Лос-Анджелеса. Порядка 20% студентов в Калифорнии это бездомные. Как правило, к нам попадают дети из неполных семей. Геи, от которых отвернулись родители. Студенты без документов, иностранные студенты, оставшиеся без копейки. Те, кто попал сюда до этого, в лучшем случае ночевали в библиотеках и машинах. Чаще просто в палатках у дороги. Некоторые студенты таких престижных вузов, как университет Лос-Анджелеса, университет Южной Калифорнии, они получают дотации на учебу. Берут кредиты, чтобы оплатить за семестры, им помогают родители. Они собирают деньги отовсюду, чтобы попасть в вуз. И в итоге некоторым уже просто не на что жить и негде. В приюте при церкви 10 спальных мест. Тут живут студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Все на очном обучении. Находиться в приюте студенты могут с 7 вечера до 7 утра. Некоторые студенты ложатся спать очень рано, потому что встают в 5 утра и идут на работу перед занятиями. Эти ребята должны учиться, и когда-то кто-то из них, может быть, спасет чью-то жизнь. Ведь однажды они станут докторами и юристами. Тут есть и душ, и комнаты для занятий. Каждый вечер сюда приходят студенты-волонтеры, чтобы готовить ужин. Мы делаем ужин для всех. Садимся за общий стол и общаемся друг с другом. Для меня очень важно то, что я могу хоть как-то помочь нуждающимся студентам. Жить в приюте они могут весь учебный год, экономя деньги на будущее. С помощью благотворительного фонда при церкви никто из студентов на улицу не вернулся, говорит пастор. У нас есть средства в бюджете, из которых мы оплачиваем им первоначальный взнос на аренду уже своей квартиры. Благодаря этой программе Марица, которая сейчас учится в университете Лос-Анджелеса, переехала в съемную квартиру. Большинство бездомных студентов, говорит она, стесняются своего положения, потому и отказались участвовать в съемках. Марица своей истории не стыдится. Она очень надеется, что однажды родные будут ею гордиться, ведь она первая в ее семье, кто получает высшее образование. А еще Марица говорит, что точно знает, мечты сбываются. Этим летом я получила два направления на работу в музеях города. Это моя большая мечта, которая вот-вот сбудется. А когда я закончу университет, я буду работать по специальности истории искусства. Гелина Богдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова